МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Тебя слишком долго не было, Алиса. Многое здесь нуждается в твоём пристальном внимании. Нельзя забывать друзей. Спеши". Алиса, бродя сквозь зеркало, вновь оказывается в волшебной стране и узнаёт, что её друг Шляпник страдает от смертельно опасной депрессии. Утешить Шляпника может лишь воскрешение его родных, и потому Алиса отправляется в замок времени, чтобы убедить того пропустить её в прошлое и спасти семью Шляпника от Бармаглота, натравленного Красной Королевой. Когда временно отрез отказывается помочь девушке, Алиса похищает, позволяющую путешествовать во времени, хроносферу и переносится на несколько лет назад. В чём дело? А дело в Шляпнике. Если не спасти Шляпника, страна чудес обречена. Я не оставлю друга в беде. Мой долг — помочь Шляпнику. Это вполне осуществимо, хотя и невозможно. Алиса в Зазеркалье — это один огромный пазл, который должен в итоге собраться воедино. Вторую часть нашей диалогии я называю неким карточным домиком страны чудес, по аналогии с известным телесериалом. От всех создателей первого фильма потребовалось приложить столько же страсти и энтузиазма в работу над второй серией, чтобы она получилась не хуже первой ленты про Алису. Вряд ли можно сказать, что Алиса в Зазеркалье получилась хуже Алиса в Стране Чудес, но и лучше её она не стала. Конечно, миллиардный бокс-офис пятилетней давности обрёк зрителей на продолжение экранизации романов Льюиса Кэрролла студии Дисней. Правда, и в 2010 году всё было не так радужно, как казалось. Коммерческий успех не стал успехом критическим. Бёртоновскую Алису, сочинённую сценаристской «Красавица и чудовище», Линдой Вулвертон ругали куда больше, чем хвалили. Как писали журналисты, её самым обидным отступлением от оригинала было фундаментальное перекраивание образа главной героини. Вулвертон, некогда привлечённый к сочинению «Красавица и чудовище», как специалистка по феминизму, постаралась насытить Алису феминистскими клише и превратить мисс Кингсли в символ сопротивления патриархальным нормам викторианской Англии. Однако сценаристка не разглядела, что Алиса из книги Льюиса Кэрролла уже была прекрасным воплощением феминистского идеала. В новом фильме сценаристка Вулвертон просто слетела с катушек вслед за персонажем Джонни Деппа, «Безумным шляпником». Во втором фильме моя героиня Алиса стала более уверенной в себе девушкой. Она провела два года в кругосветном путешествии в качестве капитана собственного корабля, то есть командовала мужчинами. Вследствие этого, вернувшись домой, она чувствует в себе силу и напор, чтобы дать отпор своим обидчикам и особенно мужчинам. Но в Лондоне она сталкивается с чопорными консервативными кругами. Ее ожидания оказались напрасными. Поэтому единственное место, где она может проявить себя, вновь становится «Страна чудес». Сейчас, подождите! Да, может, я не хочу ждать! Здорово, что мы сделали второй фильм. Алиса в «Стране чудес» зародила новую поп-культуру на этого персонажа детской книги. С ней появился определенный сленг, определенные образы, ну и так далее. Поэтому Алиса в «Зазеркалье» наследует и продолжает начатую нами традицию пять лет назад. В новом фильме знакомые персонажи получают развитие своей личной истории. Мы наблюдаем за ними в сложных ситуациях, когда приходится сражаться с самым беспощадным противником, самим временем. А мой герой «Безумный шляпник» ну просто предстанет таким, каким его еще никто и никогда не видел. От вечно счастливого парня до глубоко несчастного мужчины. Вторая часть Алисы сумела сохранить весь звездный актерский состав первого фильма. Мия Васиковска снова играет Алису, Джонни Депп — шляпника, Энн Хэдоуэй — белую королеву, Хелена Боннам-Картер — красную королеву, Аллен Рикман озвучил гусеницу Абсолима. К сожалению, эта роль стала последней для британского актера. А Майкл Шин озвучил белого кролика. Единственным, но весьма колоритным пополнением сиквела стал Саша Барон Коэн, воплотивший на экране самого господина «Время». Решилась вторая часть только одного гениального и самобытного постановщика. Поскольку именно Тим Бёртон сыграл львиную роль в успехе достаточно интересной интерпретации сказки Льюиса Кэрролла, Алиса в зазеркалье стала доказательством того, что даже потеря одного человека может оказаться роковой. Сразу хочу всех предостеречь от сравнения фильма с оригинальной книгой. Это не детальная экранизация романа Алиса в зазеркалье. Это обманка, которая хочет ей указаться. Если вы никогда не читали оригинал Льюиса Кэрролла, то можно не беспокоиться. Для просмотра фильма это вовсе не обязательно. Как все знают, автор Алиса был математиком, а такое понятие как «время» имеет прямое отношение к математике и физике, то есть к точным наукам. Поэтому для зрителя важно просто представлять себе, что путешествие во времени вполне себе возможно. Мне кажется, мистер Кэрролл одобрил бы наш подход к интерпретации его идеи путешествия во времени. На меня как режиссера выпала большая ответственность ввести в уже знакомый мир Алисы и ее друзей из «Страны чудес» нового персонажа «Время». Но это не моя идея, как вы понимаете. Это уже давным-давно сделал сам Льюис Кэрролл. Я просто показал это с помощью кино. Если вы вспомните сами книги, то «Время» вскользь упоминается в романе «Алиса в стране чудес» на безумном чаепитии. Там шляпник произносит важную фразу. Я застрял на этом дурацком чаепитии, потому что слишком часто ссорюсь с временем. И я оттолкнулся от этого для развития новой концепции и полноценно нового героя для Алисы в «Зазеркалье». Время очень важно в сказочном мире, тем более без его разрешения невозможно путешествие в разные времена. Привлечение британца Джеймса Бобина в качестве режиссера сиквела было вовсе не случайным явлением. Он известен как частый сотрудник Саши Баррена Коэна. В частности, он участвовал в разработке таких персонажей комика, как Али Джи, Баррат и Бруно. Для режиссера Джеймса Бобина Алиса в «Зазеркалье» стала первым фильмом после постановки диалоги о маппетах, персонажах дико популярного в Америке кукольного шоу. Теперь от кукольных уродцев он перешел к анимированным, превращая кино в сумбурное сновидение, которое снится обычно под утро. Мы видим на экране красных летающих мини-пеликанов, рыб в сюртуке и с галстуком бабочкой, жаб, подающих только что сваренный суп на стол. Кому подобное не снилось? Кто, будучи героем собственного сна, не решался спонтанно переместиться во времени? Не придумывал на ходу проблемы других персонажей? Или не встречал событий и поступки окружающих, которые абсолютно не имеют смысла? Это всегда забавно, даже скорее странно, но вполне нормально для любого сна. Но вот для фильма, хоть и основанного на детской сказке, такая сумбурность может сыграть дурную шутку. Для меня главный актерский вызов заключался в том, как правильно создать нового персонажа, время, а затем также правильно вплести его в общую канву повествования и всего мира, созданного Льюисом Кэрролом, чтобы время выглядело аутентичным. Другие же персонажи, вроде Шляпник или Красной Королевы, существуют уже более столетия, а со временем не все так просто. Его не было так много, как мы показали в фильме, поэтому нам было не так уж и легко поставить нового героя на одном уровне с иконическими действующими лицами Кэрролла. Мне пришлось много поработать над своим образом, особенно это касается манеры речи и самой речи господина по имени Время. Из всех претензий к новой Алисе, одна деталь вполне устраивает почти всех критиков. Это выбор Саши Барна Коэна на роль Времени, волшебного существа, который выседает на черном троне в Замке Бесконечности. Вся группа мечтала пригласить Сашу Барна Коэна. У Времени одна человеческая и одна механическая рука. Он хранитель хроносферы, светящегося, крутящегося металлического шара из зала часов Вечности, которые управляют всем временем в мире. Если хроносферу вынуть из часов, то кто ею обладает, может вернуться в прошлое по океану времени. Коэн работал с Бобином раньше и, когда ему прислали сценарий, сразу понял, что хотели продюсеры и был готов к этой очень креативной работе. Время своенравное, господин. Время господин? И тебе придется пройти через него. Остановите! Алиса здесь. Их Алиса. Яркие персонажи, населяющие подземье, вновь оживают благодаря звездной команде из фильма «Алиса в стране чудес». Энн Хэтуэй возвращается в роли Мираны, кроткой доброй белой королевы, красивой младшей сестры, злобной красной королевы. Ирацебету, ту самую неравновешенную красную королеву и бывшего монарха подземья, которая не выносит свою младшую сестру Мирану, играет Хелена Боном-Картер. Самое интересное, что «Моя героиня, белая королева», серьезно меняется в новом фильме. В предыдущей истории она предстает вся такая воздушная, милая и добрая девушка, которая говорит исключительно о праведности и сеет доброту вокруг себя, боясь кому-либо навредить. Это ее главный добродетель. Но не стоит забывать, что Мирана все-таки родная сестра злой красной королевы. И в «Алисе в Зазеркалье» мы увидим, что не такая уж она и хорошая. У нее в венах также есть капелька той желчи, которая свойственна ее сестре. Но она старательно это скрывает. Мы узнаем, что хоть она и на стороне добра, с ней не все так просто, как мы думали в начале. Мирана вынуждена была стать доброй по воле своих родителей и своих подданных, которые просто навесили на нее ярлык доброй королевы. Это как бы стало ее политическим маневром, чтобы занять престол и вызвать ненависть своей старшей сестры. Но Зов Долга добротой имел под собой серьезный проступок в детстве, который и привел к тому, что Красная Королева превратилась в злую демонессу. Человек не рождается злым. Он становится таким в силу тех или иных серьезных причин. Жизнь шляпника в твоих руках. О, ужас! И не только шляп. Стойте! О, Алиса, ну только б докучать, портить кровь, лезть не в свои дела! Ха-ха-ха-ха! Я получила бешеное удовольствие, вновь играя роль Эра Цибетты. Я как будто повстречалась со своим хорошим другом. Причем эта встреча не выглядела как какая-то обязательная мучительная радость, что вы увидели спустя много десятилетий. Было все опять как в первый раз. Честно скажу, поначалу, приступая к работе над сиквелом, я боялась, что мне придется распаковать свой образ с пятилетней давности и опять все то же самое играть. Но вышло все наоборот. Сценарий был написан так, что все наши герои получили продолжение своих персональных историй. И зритель теперь следит за эволюцией характеров героев. Много объясняется. Вот и моя красная королева хоть и осталась злой дамой, но мы наконец-то узнаем, почему. Эра Цибетта предстанет перед нами в разные годы своей жизни и много становится на свои места. В целом, Алиса в Зазеркалье не так плоха. Яркая картинка и кривляние Деппа порадуют детскую аудиторию. Для более старшего зрителя была попытка показать драматический разлад между белой и красной королевами. Но вся эта сюжетная линия скатывается в нелепость, или точнее в крошки от печенья. Хотя от чего фильм без сомнений выиграл, так это от присутствия Саши Барна Коэна. Единственный персонаж фильма, который получает достойное развитие и стреляет классными и местами весьма смешными фразочками. В основном о времени. Вообще, весь фильм — это сборник афоризмов о времени. Обыгрывается буквально каждый известный вам фразеологизм и поговорка. В этом вторая часть даже немножко выигрывает у Алисы в Стране Чудес, пытаясь пофилософствовать на тему скоротечности времени. Основной посыл первого фильма был «Невозможное возможно». Второй же говорит нам «Времени изменить», но из него можно извлечь урок. Остается гадать, как даже Голливуд вынесет уроки из ненужных сиквелов. Хотя тут уже вопрос приобретает сугубо материальный характер.